Почему в магазинах нет светлой обжарки? Потому что в магазинах продается дешевый кофе. Даже дорогой кофе в очень темной обжарке, он будет одинаковый по вкусу с дешевым кофе. То есть лучше попробовать у нескольких обжарщиков кофе, чтобы знать, кто зерно портит, а кто не портит. И соответствует ли цена. Я думаю, портят все. Всем привет! Вы смотрите Кофейный Блог. Сегодня мы узнаем, точнее вы будете узнавать, что такое средняя обжарка, что такое светлая обжарка, темная, в чем различия, и зачем вообще обжаривают кофе, и какая степень обжарки подходит для вашего способа заваривания. Сегодня Евгений Бручков будет рассказывать, зачем вообще обжаривают кофе. Зачем это дело? Почему нельзя пить зеленый кофе? Ну, смотри. Во-первых, зеленый кофе – это опасно для здоровья. Там очень много, есть какое-то количество патогенных микроорганизмов, какие-то грибы, которые при попадании в организм, если не сразу, то потом в дальнейшем могут как-то повлиять на наше здоровье. Кофе все-таки сушится на улице примерно на две недели или сколько там? По-разному. Сколько примерно этот процесс может занимать? Ну, даже, я думаю, до месяца. То есть, вот представьте, просто на улице каких-то там, ну, на бетоне на каком-то лежит кофе. Да. Поэтому зеленый нет, не стоит. Конечно, конечно. Ну, это первое – это опасно для здоровья. Второе – ну, а как его смолоть для начала? Кофе зеленый, он вяжущий. Его не получится на кофемолке смолоть, потому что жернова забиваются. Третье – это нерастворимые вещества, которые находятся в зеленом зерне. Ведь процесс обжарки – это перевод нерастворимых веществ в растворимые. Кофе в чашке, потому что кофе в чашке вот у нас – это 97% просто вода. 3% – это растворимые вещества, которые мы смогли получить при обжарке. И потом при заваривании они попадают в нашу чашку. Зеленый кофе, ну, очень сложно заварить. Я не пил, не буду говорить, у меня нет такого опыта, но я уверен, что это получится какая-то мутная жижа. Большая концентрация хлорогеновой кислоты сделает напиток просто невыносимым. Он будет кислоедкий, терпкий, противный и будет вонять какими-то зелеными овощами, горохом. Ну, такое. То есть, когда квакеры попадаются, в принципе, кофе может быть похожий на это? Нет. Квакер, он там другими ароматами и вкусами насыщает наш напиток. Больше похоже на какую-то кукурузу. Что? Конечно, хуже. Ну, квакер, он просто придает нашему напитку привкус какой-то жареной кукурузы, там, какого-то старого прогоркшего арахиса. Ну, неприятно. На самом деле, от квакера там больше какой-то вреда нету, кроме там испорченного вкуса. А зеленый кофе, он, ну, как бы может навредить нашему здоровью. Не зря же на производствах хранение зеленого кофе, вообще, где там есть зеленый кофе, и фасовка готового продукта, разъединять в разные помещения, потому что, ну, можно микроорганизмами просто даже заразить готовый обжаренный продукт. Поэтому стараются, это как на кухне, есть отдельная доска для сырого мяса, есть отдельная там разделочная доска для готового уже мяса. Точно так же в производстве кофе есть ведра для зеленки, есть ведра для высыпки, там, выгрузки готового зерна с ростера. Совок есть для зеленки, есть для готового кофе. То есть, эти вещи нельзя смешивать. То есть, если вы занимаетесь производством, обратите внимание, вдруг у вас все еще нет второго совка. Итак, какие бывают степени обжарки, и что вообще значит степень обжарка кофе? О чем это говорит? Так, я думаю, давай начнем сначала чуть ранее. Про обжарку под фильтр, под эспрессо поговорим, а потом перейдем уже, думаю, про степень обжарки. Глобально, чем отличается обжарка светлая и средняя? Если брать процесс сам, что происходит? Смотри, светлая и средняя обжарка отличаются временем развития нашего кофе после крека. То есть, он просто в ростере дольше находится? Да, да, да. Смотри, после крека у нас наступает стадия, которую принято называть стадия развития кофе. Не будем говорить правильно, неправильно это говорить. Реакция Майяра может? Реакция Майяра – это до крека. Реакция Майяра, когда зерно наше приобретает такой желтоватый цвет, в нем появляются такие ноты свежевыпеченного хлеба, кофе меняет свой цвет от желтенького, уже коричневеет. Это реакция Майяра. А после крека мы развиваем наше зерно, и чем дольше мы его развиваем, тем больше повышается экстрактивность этого кофе. Поэтому кофе, который максимально долгого развития, даже вплоть до второго крека, когда я варю с него эспрессо, он получается более плотный, более тельный, густой, крема в нем более такие… Легче получить их. Да, да, да. И степень обжарки – это как раз время развития кофе после крека. Чем дольше мы его развиваем, тем выше на степени обжарки будет. Ну, так, если так вкратце рассказать. То есть у нас получается, чем больше мы обжарим, тем меньше кофе нужно потом заваривать. Длительность? Чем больше мы обжарим, тем меньше… Длительность заваривания. А длительность – да, да. Вот поэтому и обжаривают кофе для фильтра. Развитие очень короткое, потому что у нас там большое количество воды проходит через кофе. И если будет высокая экстрактивность, мы получим очень горький фильтр. А эспрессо, там экстракция длится буквально 20-25 секунд. И чтобы успеть достать из зерна в наш напиток за 20 секунд все, за что мы любим эспрессо, развивается такое зерно подольше, возьмем там 2 минуты, чтобы его экстрактивность повысить, убить какую-то чрезмеренную кислотность, которая потом нам будет очень ярко бить по рецепторам в чашке эспрессо. Вот. Ну вот так вот. Что вообще можно убрать из зерна? Какие вкусы убираются по степени вот обжарки? Допустим, светлая обжарка, что в ней будет, что ее характеризует и что будет в средней обжарке по вкусу? Смотри, если говорить о зерне, изначально возьмем зеленое зерно, у нас есть то, что заложено природой, терруаром, то есть там, где кофе, то есть потенциал его, который заложен природой. Если там хорошие вещи, интересные, кислотность, какие-то фрукты, мы пытаемся это сохранить, подчеркнуть, развить. И есть то, что вкусы и ароматы, которые называются при обжарке. Это там ноты карамели, шоколада, какие-то орехи. И вот, то есть, понимая, насколько у нас классное зерно, то есть мы принимаем решение. Мы будем подчеркивать его потенциал или наоборот убивать, если он так себе убивает это все дело, и доставать из него уже при помощи обжарки какие-то орешки, шоколадки, карамельки. Вот возьмем два кофе, например, там Бразилия, Сантос, все мы ее прекрасно знаем и любим за ее шоколадность и ореховость. В принципе, кофе сам по себе бедноват, и там особо ничего такого нету, поэтому этот кофе жарится только в эспрессо. Ну, может кто-то варит фильтр, но в основном его, не в основном, в принципе, его жарят под эспрессо. А что может случиться, если обжарить под фильтр? Ну, честно сказать, я не пробовал, но по опыту могу сказать, что это будет кофе с примитивной кислотностью. Возможно, мы услышим там, из-за того, что этот кофе растет достаточно низко, мы услышим какие-то земляные ноты, какие-то там древесные, травяные ноты. То есть, по сути, можно считать это чаем каким-то, аскорбинку добавили? Ну, можно. Ну, если добавить туда еще сахар и молоко, то, в принципе, можно и выпить. То есть, то, за что мы ценим кофе, там этого нет. Все вот эти вкусы, ароматы. Ну, смотря, о каком кофе ты говоришь. Если ты говоришь о хорошем, плотном, сладком эспрессо, шоколадном, густом, то мы за это можем любить Сантос. Если ты хочешь получить как фильтр какой-то яркий, сочный, кислотный, фруктовый, как Кения, либо Эфиопия, то, конечно, там ты этого не найдешь. Потому что каждый кофе на... Для своих целей. Да, да. Даже та же самая Робуста, с нее производят, как правило, растворимый кофе. Это раз. И удешевляют какие-то бленды. Это два. То есть, она тоже имеет свое предназначение. Поэтому каждый кофе любить можно за свое. То есть, нельзя один кофе обжаривать и под фильтр, и под эспрессо? Или можно? Можно. Можно. Когда это происходит? Смотри, это происходит тогда, когда... Ну, например, у нас в нашем ассортименте есть там несколько позиций, которые мы жарим и под фильтр, и под эспрессо. Если кофе достаточно, ну, с богатым потенциалом, имеет там прикольную фруктовую кислотность, но в то же время и с него получается классный эспрессо, то, ну, почему бы не пожарить в двух вариантах? То есть, вы находите, есть ли потенциал и для эспрессо, и для фильтра, и какой больше, и есть ли смысл жарить дольше, убивать вот эти вкусы? Да. Я всегда пытаюсь найти какой-то компромисс между тем, что заложено природой, и тем, что я получу после обжарки. Если кофе по своему потенциалу достаточно хорош, то даже эспрессо у меня проходит по достаточно непродолжительной обжарке. Вот. Если этот кофе, как в Бразилии, там, бедный, то мы его растягиваем в обжарку и получаем там больше именно продуктов обжарки. Есть ли такая точка, где любой кофе становится практически одинаковый по вкусу? То есть, если взять какое-то зерно хорошее, бедненькое? Да, эта точка называется второй крэк. Что этот момент означает? Это темная обжарка уже, я так понял? Это очень темная обжарка. Ну, кому-то нравится. Но я так ни разу не жарил, в принципе. Не, один раз я жарил, это когда мы не разогревали, это когда мы прокаливали барабан нашего маленького ростера Alio Bullet. И первая обжарка была до второго крэка. Но кофе, честно говоря, я бы такое даже не пробовал бы и не пил бы. Ну, то есть, есть производители, которые жарят просто, пишут на упаковке, темная обжарка. Это получается, можно любого кофе взять, самый дешевый? Можно. Дело в том, что вот как раз, если вы в магазине, либо там у обжарщика видите темную обжарку, то, скорее всего, это будет дешевый кофе. Потому что даже дорогой кофе в очень темной обжарке, он будет одинаковый по вкусу с дешевым кофе. Поэтому, ну, нет смысла переводить дорогой продукт. То есть, если вы видите упаковку с брендом каким-то, видите темную обжарку, то понимаете, что платить за это смысла нет. Нет, конечно. Можете соседний продукт взять такой же. Да, да. Потому что, ну, это как взять два куска мяса. Один с хорошей мраморной говядиной. Второй, ну, просто с какой-то, не знаю, там старой коровы и пожарить до угольного состояния. Они по вкусу будут одинаковые. То есть, ну, зачем тогда, если мы пытаемся, преследуем цель получить угольное состояние нашего продукта, зачем платить за дорогой кусок мяса, если можно любой взять и пожарить, получить на выходе тоже. Но при этом, если мы берем качественный кофе, до какого момента? Он же не жарится там так же, как дешевый. Конечно. Средняя обжарка, если берется. А тут я как раз и об этом уже говорил. То есть, либо мы подчеркиваем продукты обжарки, достаем их и скрываем дефекты, которые присущны этому кофе. Либо мы, наоборот, раскрываем потенциал этого кофе. Здесь уже можно начинать разговаривать о каких-то этапах, стадиях обжарки. Потому что на каждом этапе у нас формируются и образовываются какие-то соединения, какие-то вещества. И понимая это, регулируя там температуру и время прохождения этих этапов, мы можем получать, ну, разные вкусы. Мы можем управлять вкусом. То есть, из одного зерна можно там несколько профилей себе, вкусов? Конечно, конечно, можно, но незачем. Если мы понимаем, что это зерно, то мы изначально понимаем, как его будем жарить. Смотри, можно взять там хорошую какую-то кислотную, прикольную кению и пожарить его в эспрессо, растянуть обжарку по профилю, скажем так, Сантоса и получить, ну, может, что-то лучше, чем Сантос. Но это получится как с нашим мясом, да? То есть, взяли дорогое мраморное говядину и потом, как бы, на выходе получили плюс-минус то же самое, что с обычным мясом. То есть, жаря светлее, вы пытаетесь не убить кофе, сохранить его потенциал, сохранить ценность этого продукта? Ну, где-то ты прав, скажем так. Для кого подходит светлая обжарка и почему я так мало на рынке? Почему в магазинах нет светлой обжарки? Потому что в магазинах продается дешевый кофе. Если дешевый кофе пожарить светло, то все его неприятные какие-то вкусы, которые он получил из почвы, а еще если там робуста есть, не дай бог, в составе, а очень часто можно получить в каких-то там интересных фирменных блендах зашифрованную робусту, то в светлой обжарке это все вылезет нам вкусом земли, какого-то там табака прелого, может, навоза даже, какие-то гнилые листья. Ну, вот это все можно получить в светлой обжарке дешевого кофе, да еще и с робустой. Поэтому его растягивают, скрывая все вот эти плохие дескрипторы и получая уже там непосредственно какой-то карамель-шоколад. То есть потенциально, если будут заваривать кофе, его тоже можно заварить, что плохо, и вот довести до того момента, когда из него начнутся плохие вкусы, вытягиваться? Конечно. Там можно даже купить хороший кофе, хорошо обжаренный, заварить плохо, и не получить того, что было задумано и заложено и природой, и обжарщикам при обжарке. Ну, просто перевести продукт. Переходим к тому, зачем существуют разные способы приготовления кофе, какие под что подходят примерно. То есть если взять фильтр кофеварки, это обычная капельная, воронковая 60, колита, кемикс, все вот эти, аэропресс. Какой кофе туда нужен? Туда берут кофе обжаренный под фильтр. Светлой обжарки, и он очень такой с яркой кислотностью. Этот кофе можно заваривать в любом из тех девайсов, которые ты перечислил. Но я также знаю людей, которые заваривают успешно эспрессо обжарку, им так нравится. На самом деле, если человек еще вчера пил кофе супермаркета, а сегодня он уже обзавелся какой-то фильтр кофеваркой, то ему будет сложно принять кислотный фильтр кофе. Вот будет как раз хорошим этапом перехода от магазинного кофе до чего-то более благородного. Это если заказать у обжарщика свежей обжарки хороший кофе, но обжарен под эспрессо, и заварить его в фильтровой кофеварке. То есть человек получит более привычный горьковатый кофе, но в то же время уже сам продукт будет по себе интереснее, более качественный, и в нем будут тоже прослеживаться какие-то интересные фруктовые ноты, в то же время и шоколадные, и карамельные, которые он привык слышать. То есть если вы пользуетесь капельной кофеваркой, если вам хочется вкусный кофе попробовать, берите средние обжарки, но спешлти кофе. Это самый высокий стандарт, можно сказать. Есть еще выше, но это сильный редкий кофе, который вы нигде не купите. Скорее всего, если вы не чемпион мира какой-нибудь, или человек, который готовится к чемпионату мира. Да. Если говорить уже об эспрессо, то там, конечно же, надо брать эспрессо-обжарку, потому что фильтр будет чрезмерно кислый. Вы получите сваренный в эспрессо-машине фильтровый кофе, и получите очень такую кислую, едкую, неприятную чашку. Поэтому, ну, итог таков, что фильтр в кофеварках, это мы говорим о аэропрессе, по роверах разных, там, клеверы, там, В-60, да. Мы говорим о том, что идеально заварить фильтр-обжарку, но можно также и эспрессо-обжарку. Если вы вчера еще пили кофе с магазина темной обжарки, то это будет как раз и хорошо. Но чуть-чуть покрупнее помол лучше на среднем обжарке? Как бы да. Но, опять же таки, нужно прислушиваться к своему вкусу. Можно начать из того помола, который обычно там в магазине, там, средний помол какой-то. Потом его немножко укрупнять, чтобы получать более чистый вкус. Затем уже можно перейти на фильтр-обжарку. Вот. А если говорить об эспрессо, то не советую брать фильтровый кофе, а все-таки под эспрессо-машину нужно брать эспрессо-обжарку. Ну и, конечно же, выбирать кофе какой-то поинтереснее. То есть повышать планку продукта. Почему многие не любят эспрессо? Почему вот те, кто перешел на фильтр, эспрессо теперь уже так, типа скучно? Что случается с людьми? Что они находят в этой светлой обжарке? Чего нет в эспрессо? Ну, как тебе сказать. Эспрессо – это как вот такой угол концентрата. Вот ты получил такой взрыв вкуса. И, в принципе, тебе осталось послевкусие на какое-то время. Но процесс, вот этот процесс питья кофе, он закончился. Мы сейчас вот общаемся, пьем фильтр. Уже, не знаю, минут 20 мы общаемся. У нас до сих пор есть напиток. В эспрессо все вкусы, которые описаны, например, на пачке, они вот так сжаты, и сложно их распознать, да, эти вкусы. Фильтр, особенно вот когда ты его долго пьешь, на остывание, он как, знаешь, чистый лист бумаги. На нем можно реально вычислить все эти дескрипторы, которые описаны на пачке. На эспрессо, ну, сложновато. Хотя на послевкусии тоже можно попробовать. А вот количество вкусов, допустим, в фильтре, если брать всю планету Земля, сколько примерно вот количества вкусов в фильтре можно почувствовать и в эспрессо, если о приятных вкусах говорить? Если взять всю планету Землю? Да, вот просто, вот просто фильтр кофе, у него потенциал, насколько будет отличаться от эспрессо по количеству вкусов, которые можно различить. Не сложно отвечать на этот вопрос. Допустим, я здесь могу почувствовать персик. В эспрессо я ни разу еще не пробовал такой кофе, чтобы персик был. Ну, в эспрессо тоже можно почувствовать персик, просто нужны рецепторы, чтобы очень сильно поднапряглись. Я всегда люблю делать какие-то примеры. Можно сравнить эспрессо и фильтр с книгами. Эспрессо, фильтр — это классная, интересная книга. Ты ее читаешь, во-первых, ты можешь читать долго, наслаждаться этой книгой, во-вторых, там описаны какие-то подробные действия, описание природы, которую мы не любили в школе. То есть, в принципе, ты можешь найти много чего, то, что тебе нравится, и в достаточном периоде этим наслаждаться. Эспрессо — это как методичка. Коротко и по делу. Ты берешь эту методичку, ты понимаешь, что от нее надо, тебе надо сжатая информация, тебе надо ее быстро получить, усвоить, понять и побежал дальше. То есть, это для наслаждения, такое протянуть удовольствие, чтобы минуту, можно целый день пить, в принципе, из термоса. Это мое собективное мнение, я не претендую на какую-то истину. Я рассказал, как я отношусь к эспрессо и фильтр кофе. Почему я сейчас начал больше пить этого фильтра, и почему меньше эспрессо. Хотя, если взять очень классный эспрессо, то у него настолько долгое послевкусие, что можно сравнить с тем же самым фильтром. То есть, тут лучше балансировать и пить и то, и то, как по мне, потому что вы получаете больше от кофе каких-то эмоций, ощущений, потому что разнообразие в жизни очень важно. На самом деле, извините, перебью, на самом деле, нужно всегда прислушиваться к своему организму, и в разный момент дня, в разные поднастроения, бывает, хочется разной напитки. Я иногда, бывает, могу и кабачино выпить, но сейчас уже как-то реже. Но в фильтре эспрессо, я не знаю, с чем это связано, то ли с настроением, то ли проснулся организм, не проснулся. Но иногда бывает, хочется эспрессо, иногда бывает, хочется фильтр. Так что, можете написать в комментариях, что вы пьете чаще, фильтр или эспрессо, и пробовали ли вообще фильтр когда-нибудь? Потому что, если да, то вы должны просто поделиться своим опытом, чтобы другие тоже попробовали. Я лично, когда первый раз попробовал, это был слабенький очень кемекс. Он прям был такой, ну, он обалатывающий был. Вот ты до этого пил эспрессо, правильно? Да. Я скажу так, что твои рецепторы, они были немножко настроены в режим на концентрат. Такие, знаешь, как вот если представляют, сосочки на языке, они такие закрытые, потому что ощущают, сейчас на них пойдет яд. И когда ты их балуешь легким разбавленным напитком, поначалу они воспринимают это как просто какой-то, не знаю, я говорил на первое время, когда попробовал тоже там кемекс тот же самый, я говорю, походу нас обманывают. Они просто взяли, взяли эспрессо, разбавили ведром воды и продают это еще за нормальные деньги. Тоже долго был переходной период, пока я, ну, на самом деле, начал понимать фильтр напиток. Ну, я удивился, насколько он округлый был. Их просто нельзя сравнивать. Это разные, это разные способы приготовления. Нельзя сравнить кашу с супом и рассказывать, что лучше. Что, сейчас перейдем к доске и будем показывать наглядно, как выглядит график, процесс, что происходит с зерном. Не переключайтесь, идем к доске. Давай выясним. Мы будем рассказывать очень умно, с какими-то термины, или так по-простому, по-народному, чтобы хотя бы как-то понять. Чтобы просто общую. Хорошо, тогда погнали. Общее понимание было. Я нарисовал сейчас, грубо говоря, два графика. Это желтым, это обжарка фильтра, и белым, это обжарка под эспрессо. Вот эта третья часть, это у нас стадия развития нашего зерна. Мы видим, что у фильтра обжарки, он у нас более короткая. Вот тут выгрузка уже. В эспрессо мы развивали наше зерно дольше, тем повышали его экстрактивность на выходе. Возвращаясь к нашей средней фазе. Здесь у нас формируется сложная, интересная какая-то кислотность, сладость. Потом где-то в этом, на этом этапе, примерно там на 170 градусах, у нас параллельно запускается стадия процесс карамелизации. Это когда распадает сахара и начинает формироваться, скажем так, горечь. Поэтому на фильтр обжарки мы пытаемся быстрее пройти эту стадию. на эспрессо обжарки, чтобы получить чуть более сладкий напиток, мы подрастягиваем этот этап. Дальше после крека, когда зерно накапливает достаточное количество пара внутри и просто на каком-то этапе оно начинает взрываться таким потрескиванием, мы этот момент фиксируем как первый крек. и после первого крека на третья стадия называется там стадия развития и здесь у нас уже скажем так, грубо говоря, формируется горечь, потому что кислоты уже притухают, распадаются, сладость тоже уходит, поэтому развитие на фильтр обжарки у нас более короткое, а на эспрессо обжарки более длинное, потому что нам нужно убрать лишние кислоты, повысить экстрактивность и добавить какую-то горчинку. Это бонусом уже. Некоторые люди обжаривают вообще без этих графиков. Как они видят, что это нужная обжарка кофе? Я, когда меня спрашивают там, как можно жарить кофе, говорю, в принципе, я для себя определил три метода обжарки. По скоттурау, по мансу акне и просто третий, это вот загружаешь зеленое, выгружаешь коричневое. Получается кофе. Ну, есть обжарщики, которые так и жарят, очень поверхностно вникая, а то и вообще не вникая в процессы, просто вот так засыпали, покоричневело, высыпали, все, кофе готов. То есть есть какая-то колбочка золотая, которая лежит в каком-то сейфе, тоже таком прозрачном, чтобы ты мог видеть. И вот этот сейф, он никуда не должен пропадать, потому что иначе все производство полетит. Ну, они таким образом контролируют степень обжарки. Я тоже встречал очень часто, когда возле обжарщика стоит такая стопка судочков, там подписана светлая обжарка, там средне-светлая, там темная, темнее, там черная обжарка. И вот он получил заказ, там нужно пожарить кофе, там какой-то там светло, темно-стремно обжарки, вот, и жарит. Значит, там взял судочек и сравнивает, там во время обжарки достает сэмплом образец, скажем так, и сравнивает по цвету. Если как только цвет совпал, все, выгружаем. И мы еще шутим у себя, что не дай бог, эта стопочка судочков пропадет, все это, обжарка остановилась. Потому что как жарить, как понять. То есть современная обжарка, она вся идет по графикам, через компьютер, чтобы все контролировать. По цвету это совсем не вариант, потому что вы не можете посмотреть, что внутри зерна. На графике вы можете понять, до какой стадии зерна дошло, что с ним происходит. Ну, контролировать степень обжарки, конечно же, можно с помощью приборов. Но, опять же таки, это не глаз человеческий, который смотрит на поверхность зерна и определяет цвет. Потому что зерно может быть сверху, светлое, внутри темнее, либо наоборот, сверху оно уже почти черное, а внутри еще достаточно, ну, не зеленое, но просто достаточно светлое, еще пожарено. Потому что, поэтому то, что мы видим на поверхности зерна, это на самом деле ничем не говорит. Нам нужно это зерно смолоть и с помощью колориметра просто вычислить уже точную степень обжарки. И это уже будет, как бы, какая-то цифра, какая-то информация, а не просто наблюдать там на поверхность зерна. Более того, есть какие-то сорта кофе, например, Коста-Рики, которые, ты их выгружаешь там сразу же с роста, они значительно темнее, чем в дальнейшем. То есть, как-то вот зерно, там какие-то процессы еще происходят, оно немножко потом светлее. То есть, вот так. То есть колбочки уже не прокатят? Колбочки не прокатят в Коста-Рике. Нужно, а, ну просто нужно держать еще колбочку для Коста-Рики, там еще ряд колбочек. То есть, более важно, когда обжарщики капят свое зерно, ну, в принципе, пробуют и сравнивают обжарки, там, контролируют процесс и качество зерна. Компьютер компьютером, можно и без компьютера пожарить, можно, имея показания, снимая показания по ростеру с пульта управления и записывая их на бумажке, не хуже компьютера пожарить. На всех ростерах есть какие-то примитивные, хотя бы, хотя бы температура зерна, хотя бы. Я уже не говорю о, там, температуре воздуха, там, еще что-то. И возвращаемся в скучную часть. Если так по-простому, вот вообще, вот есть какая-то температура нагретого ростера, вот мы засыпали зерно, она, температура начинает понижаться. Потом, есть точка поворота, где наши датчики показывают, что температура начинает повышаться. Она повышается. Потому что зерно прогрелось. Да. Все-таки там 8 кило, или 15, или 60, у кого-то, 150. Врат, у кого-то 150. Мы доходим до, примерно, там, 140-160 градусов, и наше зерно приобретает желтый цвет. Да, начинается реакция Майяра. И до первого крека, эта фаза вот как раз либо называется Майяр, либо там безымянная фаза. Первый крек у нас наступает где-то на разных ростерах и при разных загрузках по-разному. Ну, я встречал там от 182 до 200 градусов. Где-то вот так разнобежность может быть. Ну, как правило, у нас на гизине там 191-193 градуса. Между еловым и первым креком эта фаза может там длиться какое-то время. Для фильтра обжарки мы стараемся ее укоротить, чтобы сохранить интересные яркие кислоты. А для эспрессо мы ее чуть подрастягиваем, добавляя этим сладость нашему напитку. После первого крека у нас наступает фаза развития зерна. То есть повышение экстрактивности. На этой фазе кислоты дальше разрушаются, появляется горечь, поэтому фильтры обжарки мы выгружаем раньше, примерно там от 50 секунд до минуты, до полторы минуты. Вот тоже есть такой темный фильтр. Если мы говорим про эспрессо, то мы развиваем где-то в среднем до двух минут. Плюс-минус там еще какие-то там 20 секунд. Все зависит от нашего кофе. То есть обработки, его плотности и тому подобное. А вот влажность кофе, если он будет, допустим, староват, он же потеряет влажность, да? Конечно, конечно. Если кофе у нас староват, то у нас вот как раз вот этот этап майяра может затягиваться, потому что для процесса нужна вода. Если воды мало, то особенно если мы здесь еще там подрастянем стадию сушки и у нас будет мало воды, мы можем даже вот как-то до крека и по сути не дойти. Если там как в духовку, знаешь, противень с водой там с паром, ну я не знаю, это уже такое, проще, лучше такой кофе не покупать, не жарить и не употреблять. Сколько примерно после сбора урожая может он храниться, чтобы его можно было обжарить еще? Ну зависит все от условия хранения. То есть если кофе был в вакуумной упаковке, то я думаю даже два года, даже три года. Если пачка не вскрывалась, то этот кофе можно потом еще жарить, он будет неплохой. Если Грайн Про, то ну тоже до двух лет спокойно этот кофе можно использовать. Если мешок без пакета, ну просто джутовый мешок, естественно влага уходит из этого кофе. Поэтому в течение года нужно этот кофе обжарить, а там дальше пользоваться влагомером и смотреть, проверять. То есть все равно влажность нужно измерять, чтобы понимать, что будет с зерном, да? Конечно, конечно. Ну в принципе начиная обжарку, нужно понимать, с чем ты имеешь дело. Есть какое-то зерно, то есть изначально даже по опыту, по зная способ обработки, зная на какой там высоте, ну с какой стороны этот кофе, можно уже понимать, к чему готовиться. То есть если мы берем там какой-то низинный кофе, ну как Бразилия, то есть мы знаем, что этот кофе нужно загружать при более низких температурах. Если это натуральная обработка, абсолютно так же. Если кофе какой-то, например, там Кения, да, высокогорный, он более плотный, этот кофе, его нужно загружать при более высокой температуре. То есть дольше прогревать придется, да? Ну нет, дольше прогревать не придется. Такой инерция больше будет, наверное. Ну так мы же температуру загрузки выше ставим. Ну она же компенсируется. Ну вот как раз поэтому нужно... А, я понял о чем-то. Да, да, да. Вот если мы загрузим Кению и Бразилию на той же температуре, скажем, если мы загрузим Кению на температуру Бразилии, то у нас просто стадия сушки очень сильно растянется и мы не сможем в дальнейшем сформировать, ну заложить получается потенциал, да не заложить потенциал, он заложен изначально. Мы просто не сможем раскрыть те кислоты, которые присущны Кении, а просто ее там затушим и получим плоский, ну достаточно ни о чемной кофе. Суть в том, что обжарщик может все запороть, даже если хороший кофе и покупать лучше у надежных обжарщиков, я так понял. Конечно, даже если на пачке написано очень крутая там какая-то какой-то крутой кофе, но не факт, что он будет хорошо пожарен. То есть, если вы покупаете кофе за тысячу гривен за килограмм или дороже, то это может быть вообще там я тебе больше скажу, я видел в супермаркете за 100 грамм тысячу гривен, там какой-то купили ваг и и блю маунти тоже, там тоже около 900 чем-то за 100 грамм. Я не пробовал, но я что-то уверен, что там ничего особенного, тем более за такие деньги. То есть, лучше попробовать у нескольких обжарщиков кофе, чтобы знать, кто зерно портит, а кто не портит, и соответствует ли цена. Я думаю, портит все. Вопрос только в том, если зерно, ну, припустим, обжарка запоролась, куда это зерно дальше идет? Если оно идет в пачку и клиенту, то тут уже, конечно, вопрос к этому обжарщику, потому что... А как у вас? Расскрой секрет. Что? Расскрой секрет. Как у вас? Вот запорол зерно, ну, чуть-чуть там. А, ну, смотри, у нас есть, там у всех есть, значит, какие-то бленды, дешевые. Клиент, который их покупает, он знает, что там ничего особенного нет, это какой-то недорогой кофе, ему просто нужен этот кофе за, ну, недорогую цену, потому что он либо его, на нем настраивает кофеварки, либо очень часто покупает в сервисе, потому что им нужно много какого-то дешевого кофе, чтобы настроить кофемолку, настроить там помолок в каком-то аппарате, этот кофе просто, его никто не пьет, просто он выбрасывается и все. Вот. Либо же под машинки, вот эти мясорубки, да, их называют, там автоматы, там покупают, где-то в киосках продают, поэтому, вот опять же таки, почему... короче, вы его не продаете по той же цене? Ну, у нас в принципе этого кофе нет в прайсе, этот кофе там забирают клиенты, которые там так по звонку там у вас есть какой-то запоротый кофе, да? Да и давай так, ну, как бы и нет настолько запоротого кофе, это разве, что какие-то мои эксперименты, потому что я постоянно в каком-то поиске, постоянно что-то хочу там, получая какую-то новую информацию, какие-то мысли, я хочу это воплотить, ну, не всегда получается, то есть это тоже опыт, экспериментируем, и если обжарка меня не удовлетворяет, то, конечно, мы ее списываем и она уходит на какие-то вот... Более дешевые позиции. Да, да, но в прайсе их нет, то есть их купить вот так просто нет, мы не продаем ее. Мы много о чем говорили, пытались... Надеюсь, вам было понятно хотя бы часть. Пытались копнуть в теорию и я уже осмысливая то, что рассказал, понимаю, что, наверное, сложно понять и такая каша получила, потому что информации очень много и когда нужно коротко и по делу сказать, ну, на самом деле трудно, потому что об обжарке, как в принципе о каком-то деле, которым ты занимаешься и очень глубоко копаешь, можно говорить часами, а то и днями, бесконечно. Поэтому, ну, пытались как-то вкратце рассказать, но если будет понятно, то классно, если не понятно, то в принципе наши дальнейшие серии будни обжарщиков смогут как-то расставить все по своим полочкам. Да, когда вы собираете информацию по кусочку, она со временем превратится в картину, поэтому подписывайтесь, обязательно смотрите следующий экзамен. Я еще не все. В принципе, забегая наперед, анонсировая, хотел бы сказать следующее. То есть, весь опыт и знания, приобретенных в наших буднях обжарщика во время работы, мы чуть позже попытаемся структурировать и даже мне бы хотелось бы передавать этот опыт другим людям. Поэтому мы даже на будущее подумаем о том, чтобы сделать какие-то обучения для людей, которые хотят научиться жарить кофе. Так что, если вам интересен процесс обжарки кофе, если вам хочется стать обжарщиком, можете подписываться смело и смотреть рубрику и, наверное, до новых встреч. Помните, что кофе бывает разный. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...